Сначала подумал, что последние выступающие надо отпустить с миром. Потом подумал, что конкуренты можно поточнее какого типа? Притом желательно не только прямые, но еще и косвенные, которые вроде как про то же самое, но из другого и постели. Только не про все, потому что их очень много. Основные. Типовый такой Raman Demil, с которым многим знаком. Он похожую вещь делает с интеграцией себя везде. Можно с мобильника, можно через Gmail туда таски закидывать. Проблема в том, что через Gmail это глючит, через многие мобильные клиенты тоже глючит. Но самая большая проблема, когда вы туда заходите, вы видите панель из пяти закладок, шесть кнопок, двухкалонечный интерфейс. Я, будучи не самой блондинкой в компьютерах, я не смог этим пользоваться. Это не для простых людей. Это, знаете, если привести аналогию из чуть-чуть другого сегмента. Есть WordPress, он очень популярен, но он все равно сложный. И когда пришел Twitter со своим одним единственным полем для блондинка, для многих это стало очень хорошим. У нас, в общем-то, похожее с Raman Demil, положение, что он просто сложнее. То есть у нас свою популярность огромна. Мы на немного других пользователей уже ориентируемся, которых больше, которые такие не гики ни разу. И по-любому мы тут лучше больше выиграем, чем на них. Упростить себя они уже не смогут, потому что они все своих текущих пользователей растеряют, которые привыкли к этим тысячам кнопок. Вторая группа конкурентов – это всякие минималистичные сервисы, типа Tadalist у 37 сигналов или Google Tasks в Gmail. С ними проблемы, они все в браузере, заперты. То есть, чтобы туда что-то добавить или что-то там прочитать, вам нужно там звук открывать. Мобильник очень удобно, очень медленно. У нас есть простота от второй группы, и в это же время есть способность быть доступным из любой точки, из любого контекста, из любого устройства, которое есть у полипродных интерфейсов, но именно Core Functionality у них переусловлено. Пасим, можем на этом закончить или у кого-то что-то жизненное важное? Да, можно я это уточню. Аутлук не является конкурентом? Нет. Конечно. Ну, там, знаете, Google Календарь, который тоже уже имеет приложения какие-то, которые для этого не надо на двух открывать. Не только это. Не только это. Если я вам добавлю, есть только Google Wave. Google Wave. Google решений. Которые используют и Google Mail, и Google Calendar. Абсолютно. И Core мобильные платформы. Да. И тоже все на мобильном. И не надо открывать… По порядку тогда. Аутлук вы с мобильника не сможете использовать, если у вас Exchange Server стоит в организации. Значит, Google Wave я немножко не понял. То есть Google Wave с мобильника – это страшно неповоротливая корова даже на iPhone. Кто не поворотливая? Google Wave. Google Wave. Ну, он не совсем по задаче, это скорее такая гибрид вики с email. Вот. А для управления задачей у Google есть маленькая такая штука в email, которая с мобильника доступна, помимо только на iPhone. Вот. И интернет нужен обязательно. Вот. У нас будет просто клиент, нативная программа, которая периодически будет синхронизироваться, когда будет интернет. Есть. Так может вам просто сделать интерфейс такой вот удобный, с разбором, чтобы клало туда, куда уже люди привыкли. Будь то Exchange со всеми остальными синхронизациями. А, понял. Понял. И так далее. Может вам не мудрствовать лукаво и не создавать вот это вот все навороты? Для любителей, так сказать, детного дела у нас будет экспорт. То есть вы можете взять хэштег. То есть у нас все тоже по хэштегам, как в Твиттере. И чем в автоэкспорте? Да, да, да. И не берите себя местом, где нет данных. Почему нет? То есть, ну, промежуточно там как-то хранить. Ничего страшного. То есть вы берете хэштег, который вы назначили на короче задачи, и говорите «хочу это экспортировать на наших серверах нашей компании». Вот. Не вопрос. Все? Спасибо, свода. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ По тому, как в заднем кармане моих джинсов нагрелась ЮТЭЭ, я понимаю, что пришла пора заканчивать. Но есть еще одна задача, прежде чем я скажу про некновенную речь в конце. Мы должны представить те проекты, которые по решению общественного совета вошли в полуфинал конкурса. Мы получаем полуфинал. Но им этим проектом чуть-чуть не хватило голосов экспертов, чтобы презентоваться в финале и быть ими разбитыми на голову. Поэтому им повезло. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 По ИДО, по утверждению автора, первый в России сервис класса ЛБА, представляющий услуги геоконтекстной рекламы на мобильных устройствах и веб-сайтах. Теперь вы о них знаете. АПЛОДИСМЕНТЫ Больше я должен был сказать, что Russian Startup Challenge – это шанс. Шанс для стартаперов, чтобы их проекты были замечены, отмечены и, так сказать, оценены ведущими Гору Рунета, даже если они в этом не признаются. Для экспертов увидеть рынок и состояние стартапов на сегодняшний день в России можно подумать, что они этого и так не видят. Поэтому мы с вами, дорогие друзья, встретимся через год на втором Russian Startup Challenge. Давайте менять и улучшать рынок стартапов все вместе. Большое спасибо всем, всем, кто собрался, экспамент-экспертам Общественного Совета. И отдельное спасибо Гайдару, который попробовал себя наконец-то в роли штатного стенографиста. Большое спасибо.